Итак, мы продолжаем изучать слова великого учителя еврейского народа Робейну Ашера, Роша. И давайте посмотрим, о чем он говорит. И это мы находимся в первом дне. Сказано так, благословляйте Творца, насыщающего, жаждущие души. А дальше говорится про то, что если кто-то вас оскорбит или проклянет, не отвечайте ни слова. Будьте из тех, кто умеет терпеть обиду. Но давайте поймем, благословляйте Творца, насыщающего, жаждущие души. Казалось бы, странная вещь. И вот то, как объясняет в книге Мекора Хаим Равборух Зильбер. Беньемин Зильбер. Итак, что это значит? Это то, что написано в 107-м псалме царя Давида. Ведь он насыстил жаждущую душу. Голодную душу он наполнил благом. И в этом псалме говорится о людях, которые заблудились в пустыне. И после многих дней поиска они нашли дорогу в населенный город. И они благодарят Творца за чудесное спасение. Поэтому в этих словах благословляйте Творца, насыщающего, жаждущие души. Скрыт очень важный принцип. Даже когда человек находится у себя в доме, в покое, в достатке, ему нужно подумать и осознать милосердие Творца. И благословлять его с таким душевным настроем, будто это он сам скитался по пустыне, изнывал от жажды и голода. И, наконец-то, Творец избавил его и дал ему и воду, и пищу. Удивительная вещь. Человек, даже когда он находится в полном покое, в полном достатке, он должен помнить про то, то каждое мгновение ему дарит новое мгновение жизни. И, казалось бы, источник, то, о чем мы говорили, всего мира. Мы говорили о том, что весь наш мир, он только вторичен. А корень его это Тора, который мы получили с горы Синай. И как бы это понятно, сколько книг Торы мы получили. Понятно, пяти книжек Моше, Моисеева. Хамиша, Ахумше и Тора. И вдруг есть одна глава в книге Бамидбар, которая переворачивает все наши представления. Конечно, вы догадались. Это глава Ба-Лотха. Это глава, которая начинается с того, что говорит Творец Моше, чтобы он передал Аарону. Когда ты будешь подниматься, чтобы зажечь минору, светильник в храме, то зажигай семь свечей, и будет особенная середина свеча, которой будут направлены все фитили справа и слева, когда ты будешь подниматься. И мы знаем, что в храме были ступеньки, чтобы подниматься перед минорой, перед семисвешником, который был в храме, чтобы его зажигать. Но объясняет нам, что Аарон был достаточно высокого роста. И он мог доставать до чашечек этих свечей, не поднимаясь, но он всегда поднимался. Ничего не изменял из того, что он получил от Творца. Хотя на самом деле Талмуд объясняет, что вынимание и вставление новых фитилей – это служение Коина. Заливание масла – это служение Коина. Вычищение чашечек – это служение Коина. Но зажигать может и сыновья Аарона могут, и даже посторонний, даже левит или даже еврей. Но кроме Коинов входить в кодыш запрещалось всем. Но если, например, вынесли бы семисвешник после того, как Коин сменил фитилии и зажил новое масло, зажечь, может, и кто-то другой. Но то, что открывают наши мудрецы, почему связано завершение предыдущей главы с этой главой, то, что глава Носо кончается приношениями глав колен, и это то, что они получили разрешение от Творца, но все колено Леви, и глава его Аарон не получают этого права принести жертвоприношение, приношение в храм, и Аарон, как всегда, когда происходит что-то особенное, когда долго не спускается огонь с неба, когда он сразу связывает это с тем, что он участвовал в грехе золотого тельца. Как он участвовал, когда евреи, возбужденные эры в Раав, с бродом народом, которые присоединились к еврейскому народу при выходе, принесли ему труп хура, сына Мирьям, который их жестоко осуждал из-за того, что они хотят видеть зримый образ, который бы шел перед ними вместо Моши. И тогда они говорят ему, сделай нам этот зримый образ. И Аарон принимает на себя, что именно он будет это делать. И он говорит, принесите мне золото из украшений ваших жен и дочерей. И жены и дочери не дали. А евреи из этого стремления, жажды сделать этот зримый образ даже вырывали свои золотые серьги из ушей, снимали браслеты с рук и ног и это золото было принесено Аарону. И он бросил его в огонь и оттуда вышел золотой телец. Но в чем был замысел Аарона? Он хотел делать эту работу самым как бы долгим образом, медлительно, чтобы он объявил евреям завтра праздник перед Творцом. Талмуд открывает то, что происходило во время первого храма, когда пророк Захария осуждает евреев. Он был коином и он был пророком, и они убили его прямо в храме. И кровь его кипела, пока Наву Зарадан военачальник пришел и увидел эту кровь. Он спросил, что это закипящая кровь на полу храма. И евреи не хотели ему отвечать, а в конце концов они признались, что здесь был убит Коин и пророк, и кровь его кипит. И он убивает тысячи, и десятки тысяч, и всех еврейских мудрецов, и детей. А кровь все время кипит. И тогда он обращается к ней и говорит, Захария, Захария, неужели ты хочешь, чтобы я убил здесь перед тобой весь еврейский народ? И только тогда кровь утихает. И сам Навуза Радан, этот злодей, который погубил тысячи, десятки тысяч, может, сотни тысяч, когда он видит такое чудо, что происходит, когда убит один человек? Он понимает, как Творец управляет миром, и он не может продолжать жить жизнью, которой он жил раньше, и он раскаивается, и он принимает еврейство и становится евреем. Какой счет был у Аарона? Если я, Коин и пророк, буду перечить им, то они убьют и меня. И тогда у еврейского народа не будет исправления, не будет раскаяния, и он как бы тянет время, он берет, как бы защищает весь еврейский народ. Но когда спускается Муше с горы на следующий день, 17 Томуза, он видит, как народ распустился, и он говорит, Аарон, что ты сделал с этим народом? И все время Аарон, первоосвященник, он видит, он все время в раскаянии о том своем преступлении, которое было на самом деле спасением всего еврейского народа. И вот сейчас Творец открывает ему твоя часть больше, чем часть всех этих глав колен, потому что они будут приносить жертвы только пока будет существовать храм. А твое освящение храма больше, потому что именно твои потомки, они осветят храм, и они зажгут этот светильник, эту минору, и этот свет уйдет с нами в самое страшное двухтысячелетнее изгнание. это свет хануки, то, что мы зажигаем восемь дней свечи хануки в память о том чуде, которое было совершено для потомков Аарона, для маккабим, которые выступили без одного шанса победить, но они вели себя, пошли в бой, пошли на самопожертвование ради освящения имени Творца, и они победили, и они очистили храм. Это за заслуги Аарона, который находится в раскаянии. Но продолжим. В той же главе рассказывается про то, как выбраны левиты, все колено Аарона, как их поднимают для служения Творцу, вместо кого? Вместо первенцев, которые участвовали в строительстве этого самого золотого тельца, поклонились, ему первенцы, принесли жертвы. Вместо них сейчас заступает на служение колено Леви, колено Аарона. Поднимаются на самый высший пик, их очищают, они сбривают все волосы своего тела. Почему? В третий и седьмой день на них брызжут кровью водой, в которой есть пепел красной коровы, чтобы очиститься от нечистоты мертвеца. Какого мертвеца? Левиты. Да, они искупают собой первенцев, которые, поклоняясь идолам, запачкались, стали нечисты, как будто от прикосновения к мертвецу. И их сейчас искупают левиты, поднимаются на высокий уровень. и вдруг мы начинаем понимать. Есть первый план изучения Тора, но есть то, что находится за первым планом, за вторым планом, за третьим. Через две главы мы будем учить главу Корах, а в ней говорится, что Корах один из самых важных левитов, который выступает против в Моше и говорит все святые, со всеми говорил Творец, почему ты забрал себе власть, ты царь, Аарон первосвященник, все святые, все хотят служить Творцу. И он говорит, что Моше сам назначил по своей воле, дает назначение, а не по повелению Творца. И как будто есть сомнение в самой верности передачи Торы. И то, что просит Моше, и то, что делает Творец. Если обычной смертью умрут эти люди, кто? Корах и два зачинщика, два доносчика, которые все время выступают против Моше, которые донесли фараону, что он убил египтянина, которые все рассыпали ман, чтобы в субботу его собирать, когда Творец сказал, что не будет его. И вот эти бунтовщики, склочники, зачинщики ссоры, они получают особенную смерть. То, что посреди пустыни открываются уста бездны, то есть уста гейнома, и живьем они туда проваливаются, со всем своим имуществом, с детьми, со всеми. И удивительная вещь написана в Торе. Но сыновья Кораха не умерли. Как так? Почему? Оказывается, что то, что сделал Муше, несмотря на то, что он царь, он к нему должны прийти, чтобы искать примирение, он идет в шатер Кораха и говорит, что вы, сыновья Леви, много дал вам Творец, а вы ищете еще, чтобы быть первосвященниками? Это то, что Медраж говорит, что когда входит Муше три сына Кораха, они в сомнении что делать? Они, несомненно, со своим отцом, они понимают, что это справедливая его борьба, но входит их учитель Муше. Из уважения к отцу они не должны вставать, но из уважения к учителю они должны встать. И они встают перед Муше. И их удивляет, что их отец ни слова не сказал свое оправдание. И в их сердцах появляется желание передумать, не идти по путям отца. И сказано, что и они проваливаются в гееном. Но вот это побуждение сердца, а ведь сказано, что Рахман Али Бабай, Творец, он ждет наших сердец, нашего желания служить ему. А это то, что сказано, с ними произошло. В Талмуд трактатки Душин говорит Иргеру, чувабы либам. У них мысли о раскаянии появились в сердце. И для них делается особенная приступочка на седьмом уровне геенома. И они стоят там, и в их сердца приходит желание пропеть песню Творцу. И они спасаются оттуда. И давайте посмотрим. От одного из сыновей Короха происходит пророк Шмуэль, который в своем поколении был, как Муше и Аарон, в своем. Тот, кто помазал на царство первого царя Шауля, а потом помазал на царство Давида. Что мы видим? Седьмого уровня геенома поднимается тот, кто будет последним судьей еврейского народа и будет пророком, и будет тот, кто помажет на царство того царя, потомка, которого мы ждем до сегодняшнего дня. Мы ждем Машеха, сына Давида. Но вот то, что мы смотрим, левиты. Глава называется Баалотха, когда будешь подниматься. Это подъем Аарона, который получает за чистоту его сердца. Через много веков стоят его потомки, которые готовы идти на самопожертвование, чтобы осветить имя Творца, чтобы еврейский народ раскаялся и сделать шуву. И они победили, хотя никакой возможности победить не было. Продолжает глава то, что невозможно себе представить. И вот приходят люди, которые были нечисты, потому что они дотрагивались до мертвеца. И вот они говорят, почему мы должны быть хуже, почему мы не можем принести жертву, пасхальную жертву Творцу в установленное время среди сыновей Израиля. И отвечает ему подождите, и я спрошу у Творца. Раши говорит, Ашрей Йолид Йолуд Иша, счастлив рожденной женщины, которая может так сказать, минутку, я спрошу у Творца, это то, что в нескольких местах должна была эта глава быть раскрыта через Моше, но заслужили вот эти люди, которые были нечисты, то, что они открыли эту главу. Какую главу? И отвечает им Моше то, что говорит Творец, если человек был в дальней дороге. Или он был нечист, и он не может принести пасхальную жертву, ровно через месяц, 14-го ияра, он приносит пасхальную жертву, а ночью ест пасхальную жертву с мацой и горькой зеленью. Нет у него запрета, чтобы у него было квасное, квасной хлеб и так далее, но он может, это называется Песок, Шени. У нас нету Шавуота же, второго Шавуота, у нас нету второго Сукота, человек, который в Израиле восьмой день будет спать в суке, или за границей в девятый день, это Бальтосиев, то есть он нарушает, а здесь они были нечисты от того, что они прикасались к нечистому, к мертвецу. Кто же это такие? И Талмуд открывает, говорит, Рамьоси Аглили, это те, которые несли Арон, гроб с телом Йосефа. Раби Акива говорит, нет, это были те, которые вынесли из храма тела сыновей Аарона, Надава и Абигу, старших сыновей Аарона, которые принесли воскурение в храме, не спросив у Моше. И вышли четыре ниточки огня, и святое святых, было взято их благовоние, и эти ниточки вошли в их ноздри, и они погибли в храме. Так вот, Мишаэль и Альцафан, левиты, должны были вынести их, поэтому они затумились, так говорит Раби Акива. А Раб Ицк говорит, нет, это не те и не другие, а это те люди, которые увидели труп еврея, который никто не может покоронить, и они его покоронили, поэтому они стали нечисты. И здесь говорится лама не гора, почему мы должны быть хуже. Как почему? Потому что вы нечисты, а объясняет дальше Талмуд, потому что седьмой день, завершение седьмого дня, было у них именно, когда наступает пасхальный седр, поэтому они говорят, пусть принесут жертву и за нас, пасхальную жертву, даже если мы не будем иметь право есть. Что это такое? Почему мы должны быть хуже? И это то, что я слышал от Гаона, раб Мойши Шапира, что память о праведнике была благословена, он говорит, что это худ спешель к душе, то есть это наглость святости. Мы хотим быть, мы хотим принести жертву Творцу. Почему мы должны быть хуже? Удивительная вещь, это то, что открывает Творец, будет второй Песх, для того, чтобы вы очистились. И дальше открытие по тому пути, по которому человек хочет, его ведут. И это мы учим от нашего праотца Авраама, когда на третий день, самый болезненный день в его жизни, на третий день после обрезания, ему 99 лет, а он сидит у входа в шатер. Почему? Потому что жаркий день. Если жаркий день, и третий день, после обрезания надо лежать в постели, и примочки на голове и пить холодную воду, а он сидит у входа в шатер. Почему? Потому что нету гостей, нету путников. Сказано, что Творец вывел солнце из его укрытия, чтобы не мешали ему путники. А это ему мешает. Зачем я живу в мире, если я не могу открывать другим людям веру и полагание на Творца мира? Зачем мне жизнь? И тогда Творец посылает ему трех путников и все время бежит Авраам, чтобы принять их от всего сердца, чтобы научить их вере единого Творца. Это то, что здесь написано. Если они, по мнению Рабьеси Аглили, несли кости Юсефа, который убежал, который выдержал испытания, святые книги говорят, благодаря тому, что Юсеф выдержал это испытание, 210 лет еврейский народ находился в Египте и не было ни одного случая разврата. Он удержал себя, молодой человек, 17-18 лет, он убегает и оставляет в руках жены своего господина вещественных доказательств, свой плащ. Он мог бы бороться, он мог бы его выхватить, объясняет это Грахаим Шмулевич еще мгновение находиться во время испытания, чтобы было, что будет потом, все неважно. Главное убежать от испытания. Это делает Юсеф. А что сделали Надавы Авигу, объясняет это комментаторы Грабы Нубихае и другие, что благодаря их самопожертвованию, то, что они пошли и принесли это благовоние, вышел тот самый огонь, который после того, как он принял их жертвоприношение, они были убиты. Но это именно тот огонь, который спустился на внешний жертвенник, и когда все евреи увидели, что огонь с неба попал на жертвенник и принял их жертвы, то есть явное присутствие Творца. Это то, что говорит Муше Аарону среди самых близких освящусь. Они оказались ближе, чем ты и я. Они оказались перед Творцом самыми близкими. Надав, надевут лев добровольное пожертвование вави гу он мой отец. Вот на что они пошли на доброжугу, на добровольное самопожертвование ради того, чтобы Творец сделал своим пристанищем переносный храм. Ведь именно о их смерти мы читаем самый святой день года в Йом-Кипур. И тот, кто оплакивает смерть праведников, искупается его при грешении. Несомненно, наши мудрецы учат то, что у них не было одежд первосвященника, когда они приносили этого скурения. Они не спросили своего учителя мушея. Они не были женаты, у них не было того, кто бы их защитил, дети. При всем при том, это было самопожертвование ради Творца. Это мы видим то, что делает человек, который хочет служить Творцу. Эти люди, которые были нечисты, и сказали, почему мы должны быть хуже, надав и обиху. А теперь посмотрим, что написано в Торе. До сих пор мы знали, есть пять книг Торы. И вдруг открывает нам Тора, что есть семь книг Торы. Как это может быть? И то, что написано в 10 главе. 35 стих. И было, когда отправлялся ковчег в путь, говорил Маше, поднимись, Бог, и рассеются твои враги, и побегут от твоего лица ненавидящие тебя. Раша объясняет, тот, кто ненавидит еврейский народ, он ненавидит самого Творца. И вторая строчка. А когда останавливался ковчег, говорил Муше, возвратись, Бог, к множеству тысяч Израилев. И открывают наши мудрецы, что эти две строчки это отдельная книга Торы. То есть, как мы можем понять, есть книга Барашид, есть книга Шмот, есть книга Ваикра, есть книга Бамидбар до этих двух строчек. Есть эти две строчки, есть книга Бамидбар после этих двух строчек, и, наконец-то, книга Дворим. Вот что, семь книг Торы. Как так, семь книг или пять? И это то, что открывается у нас здесь. 85 слов, которые составляют эти две строки, это то, что открывает Раши. они с двух сторон, у них они обозначены перевернутой буквой Нун, Нун, это 50, а 50 значит, творец переносит эти две строчки и ставит их посредине главы Бамидбар, главы Баалотка, а ведь они должны были быть в начале книги Бамидбар, там, где говорится о переходах еврейского народа в пустыне. Зачем? Чтобы отдалить одну беду от другой. Раши объясняет, первая беда, которая была у еврейского народа, это то, что почти после целого года, без 10 дней, когда мы стояли у горы Синай, получили Тору, построили переносный храм, поднялись на уровень наших праотцев, как объясняет Рамбан, которые были колесницей Творца. Что это значит? Через них проявлялся Творец в мире. Когда Шхина, божественное присутствие, опустилась в переносный храм, мы поднялись на уровень наших праотцев, Аврама, Ицкака, Якова. Что это значит? Постройте мне переносный храм, и я буду находиться в вас. Это то, что произошло. И вот сейчас облако двинулось, и ковчег завета двинулся за ним, и мы отправились с горы Синай. Ну, все замечательно. Объясняет это Рамбан. Если бы мы были на том же уровне, на котором мы находились у горы Синай, без греха, после греха золотого тельца, когда Творец принял наше раскаяние, и это называется переносный храм, мешка найдут, как бы храм свидетельство, свидетельство перед всеми народами мира, что Творец принял наше раскаяние. Так вот, сейчас, почему это беда, почему это пуранут, и объясняет Талмуд, как ребенок, который сбегает из школы, так мы сдвинулись с горы Синай, хватит нам заповедей, хватит запретов, все, каникулы, убежали. Я помню, когда мы младший сын, ему было сколько-то, пять лет, я спросил его утром, ты сделал на тела от ядаем? А это было время, когда в Ешивах, в Колелях перерыв занятий, и он сказал, сейчас же каникулы, зачем же делать на тела от ядаем? Пять лет ему было. То есть, вот евреи захотели каникул, освободиться от связи с Творцом. Это первая беда. А после того, как Творец поставил эти две строчки, которые являются отдельным свитком Торы, были те, которые выступили с претензией перед Творцом, искали повод, нет того, нет другого, надоел нам этот ман, что мы помним, как мы ели рыбу в Египте, бехинам, то есть, без заповеди. И это то, что вышел огонь и поел край поля, сказано, к ценим, тех старейшин, которые были в Египте. Дальше сказано, что были люди, которые выступали и говорили, кто бы накормил нас мясом. У них был скот, они могли зарезать его. Это то, что одна беда, другая беда, третья беда. Казалось бы, это то, что объясняет Рамбам, говорит, что есть такое понятие хазок. То есть, если три раза повторяется беда, то это может быть путь бед. Это то, что в будущем ожидает евреям путь бед. А Тора определяет реальность мира. И это то, что Творец сделал разделение. Этот свиток Торы, состоящий из двух строчек, он разделяет между бедой и бедой. И это то, что мы открываем, что эти семь книг Торы, весь мир знает пять книг Торы, а мы то знаем, что это семь книг Торы. Но почему семь? И это то, что сказано в притчах царя Соломона, в Мишле. Мудрость построила себе дом. Семь столбов вытесала она. Семь столбов мудрости. Как существует семь небес, как существует семь дней в неделе, так и в Торе есть семь книг. мудрость. И хотя этот свиток Торы состоит всего из двух стихов, она как вся Тора содержит в себе всю мудрость Творца. Поэтому она начинается и завершается буквой нун. Числовое значение пятьдесят. Мы знаем, есть пятьдесят ворот мудрости, но наш разум не может постичь, как эта мудрость реализуется в мире. Сказано, что Моше постиг все пятьдесят ворот мудрости, кроме одной, то есть сорок девять, а не пятьдесят. И это то, что говорит Рабейн Убехае. В этих двух строках выражена главная принцип веры. Восстань, Творец, и рассеются твои враги, которые произносил Муше перед тем, как ковчег, несущий скрижали, начинал свой путь и выражает нашу веру во власть Творца и в его божественный промысел. Здесь заключены великие тайны. Первая строчка Торы, она состоит из семи слов. Последняя строка Торы состоит из двенадцати слов. Здесь двенадцать слов в одной строке, семь в другой. Здесь в первой строчке Торы встречается буква Алиф, а на самом деле Алиф это Элиф. И она семь раз встречается в этих строках. То же самое шесть раз буква Алиф упоминается в первой строке Торы, а следующее мы знаем седьмое тысячелетие, мир разрушен. И вторая строчка Торы говорит, А земля была хаотична и пустына. В этих двух строках, в этом свитке Торы, который разделяет книгу Бомидбар с одной и с другой стороны, это то, как Творец откликается на желание сердца евреев, которые говорят, почему мы должны быть хуже, которые хотят всей своей жизнью служить Творцу. И это то, что пишет Рабейну Ашер, благословляйте Творца, насыщающего жаждущие души. Это то, что говорит пророк, ой, кольца мы лиху лимаем, ой, все жаждущие, идите к воде, а водой называется Тора. Тора.